Оглашается решение суда его вводной и результивной части. 18 декабря 2019 года Саратовский областной суд в составе судьи и судебной коллегии по уголовным делам Артамонова, пресс-секретаря Крикунови, а с участием прокурора Гордеевой, заявителей подбаронного Осипова, адвокатов Худенко-Саренкова, потерпевшего Таилкина, представителей потерпевшего Поварова и Никитиной, рассмотрел в открытом судебном заседании материал по апелляционной жалобе потерпевшего Таилкина апелляционному представлению с дополнением старшего помощника прокурора Октябрьского района города Саратова-Логинова на постановление Октябрьского районного суда города Саратова 22 октября 2019 года ПУС постановил постановление Октябрьского районного суда города Саратова 22 октября 2019 года, которым удовлетворена жалоба подозреваемых подбаронного и Осипова Постановление следователя по особо важным делам СЧГС УГО МВД России по Саратовской области Дудины от 5 июля 2018 года о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ по факту хищения неустановленными лицами из числа сотрудников Саратовского облпотребсоюза имущества, принадлежащего Саратовскому уголпотребсоюзу путем его продажи по заниженной стоимости в круглом размере признана необоснованным, на руководителя следственного органа возложена обязанность устранить допущенные нарушения, оставить без изменения, а апелляционные представления с дополнением и апелляционную жалобу потерпевшего Таилкина без удовлетворения. Решение суда понятно? В течение трех суток, со дня окончания судебного заседания, стороны могут подать ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, как в письменном, так и в аудиозаписи, и в этот же срок подать на него замечание. Благодаря Господу Богу и сегодняшнему правосудию наконец-то завершилось это придуманное с самого основания следователями уголовное дело. Спасибо. Поэтому хочу сказать огромное спасибо на сегодняшний день правосудию нашим уважаемым адвокатам, которые с нами все это время безотрывно были и задавали нужную ноту в этом уголовном деле непростом. Поэтому еще раз спасибо всем, кто принял участие на стороне Саратовского облпотребсоюза. Два года пытались доказать простые очевидные вещи, что белое это белое, а не черное, как это кому-то очень хотелось. Доказывали, что ряд так называемых потерпевших таковыми быть не могут. Это так называемые фантомы, которых придумали искусственно, вот слепили их из того, что было, и пытаются путем вот таких вот манипуляций доказать, вот что белое это черное. Нет, удалось доказать, что белое это белое. Я думаю, сегодня прокуратура настолько слабо и неподготовленно сегодня пришла в суд, что, ну, честно говоря, это детский сад. Я послушал доводы, они настолько убогие и неинтересные. Даже суд, по-моему, даже особо невнимательно слушал, потому что это была прям школьная программа. У них не было оснований для того, чтобы как бы здесь изложить грамотно суть дела, потому что самого повода не было. Вы, наверное, присутствовали в зале и убедились. Я еще хотел сказать, что вот это вот решение сегодняшнего суда, оно, конечно, для нас радостно, без сомнения радостно, потому что два года нервотрепки, это вы понимаете все. Но я еще думаю так, что сегодняшнее решение суда, оно важно и для тех руководителей районных потребительских обществ, которые входят в состав Союза, Облпотребсоюза. Они тоже как бы, ну, и переживали, и знали, и были участниками собраний, и тоже переживали за себя. Спасибо.